Добрый день. История любви. Джон и Жаклин Кеннеди. 8 мая 52 года, когда Джон Кеннеди и Жаклин Бувье познакомились, Джеки уже была помолвлена с бизнесменом средней руки Джоном Хастедом, но сомневалась в правильности выбора. Избранник Джеки не нравился и ее другу Чарли Партлету. Он считал, что девушка заслуживает лучшего, например, автора популярной книги «Почему спала Англия?». Герой войны и представителя штата Миссури в Конгрессе, харизматичного Кеннеди. Абсолютно уверенный в своей правоте, Чарли устроил у себя в Джорджтауне вечеринку, где познакомил Джона и Джеки. После этого Джеки разорвала помолвку Хастедом. Когда они впервые встретились, Джеки сразила брата на повал. Мы сразу заметили его особенное к ней отношение. Жаклин часто приезжала к нам на Кейп Кот и участвовала в жизни семьи. Они с Джоном вместе читали, рисовали, гуляли и постоянно разговаривали, рассказывал брат Джона Тедди. Джон действительно заинтересовался Джеки, но о влюбленности едва ли можно было говорить. Все его мысли занимали предстоящие выборы в Сенат. Даже на первое свидание Кеннеди пригласил третьего, своего политического сторонника Дэйва Пауэрса. Жаклин по рассказам друзей была безумно влюблена в обаятельного Джона и еще на вечеринке в Джорджтауне решила завоевать его, как это было принято в те времена. Строила из себя недотрогу, но готовила почву. Джеки сразу поняла, чтобы добиться расположения Джона, нужно поддерживать его карьерные амбиции. Она участвовала в его предвыборной кампании в Сенат и слушала выступления в Куинсе и Массачусетсе. Джеки очаровала Джозефа Кеннеди, отца Джона. Для сына он был бесспорным авторитетом, а Жаклин уже в молодости отличалась житейской мудростью и вовремя это поняла. Впрочем, Джеки нравилась Джо еще до личного знакомства. Ее биография была ему известна от журналиста Артура Крока и говорят, он давно видел в ней отличную партию для сына. После года отношений предложение руки не поступало и Джеки волновалась. Кеннеди готовил первую речь в Сенате и Джеки перевела для него 10 книг по политике Юго-Восточной Азии с французского на английский. Джоклин потом шутила, что сделала это, чтобы заставить его жениться. Джон оценил усилия и все больше склонялся к тому, что Джеки самая подходящая кандидатура на роль жены. У них было много общего. Оба любили историю и литературу. Восхищались Байроном и Черчиллем. Джон не терпел скуки и понимал, что Джеки с ее эрудицией одна из немногих женщин, с которой ему будет интересно. К этому добавилось давление со стороны отца, который повторял, что если сын не женится, его сочтут либо гомосексуалистом, либо развратником, что в любом случае навредит политической карьере. Все это дало результат и 25 июня 1953 года пара объявила о помолвке. Как Джон сделал предложение, достоверно неизвестно. По одной из версий вопрос был задан по телефону, когда Джоклин уехала в Лондон на коронацию Елизаветы II. По другой, Джон сделал это при встрече, прямо перед поездкой Джеки в Великобританию, где она и думала над ответом. Джоклин сказала да и началась подготовка к свадьбе. Ее мама Джанет очень класса хотела для дочери скромной церемонии. Джан Кеннеди настояла на грандиозном торжестве, заявив, что в этот день он должен не просто женить сына, а познакомить всю страну с будущей первой леди США. В церковь Святой Девы Марии в Нью-Порте, где проходило венчание, пришло около 700 человек, а на прием пригласили 1500 гостей. К алтарю Джеки, одетую в платье нью-йоркского дизайнера Эн Лоу, вел отчим, отца которого она обожала. На церемонии не было. Накануне мать Джеки запретила ему приходить. В свадебное путешествие пара отправилась в Акапулько. Джеки наслаждалась романтикой и даже написала Джону стихотворение. Но эта идиллия вскоре ему наскучила, и уже через несколько дней молодожены уехали из уединенного домика на берегу океана в шумный Беверли-Хиллз, где постоянно находились в большой компании. Уже тогда Джеки поняла, что главные ее соперники за любовь к мужу не женщины, а мужчины-друзья. Отношения Джона и Джеки быстро испортились. Первые две недели после медового месяца они жили в доме Кеннеди. Джеки очаровала мужскую часть клана, а вот с женщинами подружиться не удалось. Мать и сестры считали ее нелюдимой и злили, что она предпочитает читать в своей комнате, а не играть с ними в волейбол, футбол и другие спортивные игры, которым все Кеннеди были неравнодушны. Джеки ревновала Джона к прошлому, к женщинам, с которыми он когда-то встречался, а теперь продолжал общаться. Она замыкалась в себе. Джон не понимал, что происходит, и злился. Спустя полгода после свадьбы он возобновил общение с одной из своих бывших любовниц, девушкой из Швеции, которой он постоянно звонил и обещал приехать. Спустя еще несколько месяцев напряжение стало слишком высоко, и Джон с Джеки на время разъехались и думали о разрыве. Развод мог испортить политический имид Джона, и в дело вмешался его отец. Сначала он объяснил сыну, чем ему это грозит, а затем поговорил с неместкой, с которой у него всегда были теплые отношения. В итоге Джон и Джеки помирились, но отношения оставались холодными. Дети всегда были мечтой Джона, и когда в 1956 году Джеки забеременела, он был счастлив. Отношения супругов улучшились, но в августе того же года их ждал удар. Девочка родилась мертвой. Джон в это время ходил на яхте по Средиземному морю и узнал о случившемся несколько дней спустя. Джеки не могла простить, что его не было рядом. Пара вновь оказалась на грани развода. Но Джон сделал все, чтобы получить прощение, и некоторое время после трагедии искренне утешал и поддерживал супругу. Спустя год у них родилась девочка, которую назвали Кэролайн. Еще через три года родился сын Джон. Джон Кенди не был примерным мужем, но был замечательным отцом, обожал своих детей и всегда находил на них время. Жаклин в воспитании сына и дочери участвовала мало. С Кэролайн и Джоном занималась гувернантка, которую Джеки прятала от прессы, так как не хотела портить свой образ идеальной матери. Джона такой подход не устраивал. К тому же он злился на расточительность жены, спускавшей сотни тысяч долларов на мебель, прислугу и одежду. Джеки знала об измененных мужа, но предпочитала не замечать. К такому поведению мужчин она привыкла с детства. Джон был очень похож на отца Джека Бувье, который за свой разгульный образ жизни получил прозвище «Черный Джек». Жаклин никогда не пыталась поймать мужа с поличным, всегда предупреждала его, когда вернется домой из очередной поездки. Джеки была невозмутима. Однажды, когда горничная отдала ей найденные в спальне шелковые трусики, Джеки передала их Джону со словами «Это не мой размер». Скандала не последовало. Знала Джеки и о романе с Мерлин Монро. По легенде, однажды актриса позвонила ей сама прямо в Белый дом и все рассказала, заявив, что вскоре он бросит Джеки и уйдет к ней. Миссис Кеннеди заметила, что будет только рада, если кто-то возьмет на себя ее обязанности. Но это не значит, что Джеки не ревновала, она просто старалась не показывать эмоции. В отместку она бездумно тратила деньги Джона и иногда встречалась со своими бывшими поклонниками, не нарушая рамок приличия. В конце 1962 года Джеки забеременела в четвертый раз. Мальчик, которого назвали Патриком, родился 7 августа 1963 года. Но прожил лишь несколько дней. Трагедия сплотила Джона и Джеки. Отношения вновь стали теплыми. Но опять ненадолго. 22 ноября 1963 года 35-й президент США Джон Кеннеди был убит во время визита в Техас выстрелом из ментовки. Джеки была с ним в машине. Ее фотографии в розовом костюме Шанель, забрызганным кровью, стали символом трагедии. Джеки любила мужа и тяжело переживала его смерть. Но на публике демонстрировала удивительное самообладание. Спустя три года она вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Анасиса, но не забывала о Джоне. В ее доме всегда были его фотографии, чтобы дети помнили об отце.